Тысячи людей были, тысячи свидетелями этого поступка, но в газете или в журнале об этом не найти ни слова. В ту ночь, когда рухнула, наконец, Берлинская стена, праздник у немцев, великий праздник, когда Ростропович на радостих играл Сен-Санса у руин Берлинской стены, недалеко от Арктов парка, Путин был в штабе, в Трестене, в резидентуре Комитета государственной безопасности Советского Союза. В эту ночь огромная толпа, более пяти тысяч человек, молодые люди, пьяные, разгромили соседнее здание, штате, немецкую разведку. Они все унесли, даже архивные материалы, файлы секретные, с именами гадаяровских разведчиков. Ужасно сложилась судьба многих этих людей. Архивы оказались в руках толпы, и не только архивы. Здание было разгромлено полностью. Через стену здание нашей резидентуры КГБ. Дело давнее, я скажу, начальник резидентуры, полковник, сбежал. Толпу увидел и сбежал. Старшим по званию остался подполковник Владимир Путин. Понимая, что сейчас толпа ворвется в здание КГБ, и будет то же самое, что со штази, Путин позвонил в воинскую часть, соседнюю советскую воинскую часть, недалеко от Дрездена стоявшую, с просьбой о помощи генерал ответил. Подполковник, я без команды Москвы. Дать бойцов на охрану не могу. А Москва молчит, но наши звонки не отвечают. Мы не знаем, что делать. Такое впечатление, что нас бросит. В Москве в эту же ночь в Доме кино, либеральная интеллигенция, был большой банкет в честь того, что Берлинская стена упала. Московская либеральная интеллигенция отмечала этот праздник банкетом до утра. Наверху, на пятом этаже в ресторане. Действительно, толпа врывается. Пять тысяч человек, пьяные с банками пив в руках. Врывается во двор КГБ СССР. Путин выходит к этой толпе, пытается ее остановить. Кто вы такой? Кричат люди. Я переводчик, говорит Путин. И Путин один, вот огромная толпа стоит перед ним. Говорит, знаете, то, что упала Берлинская стена, это добрая воля нашей страны. Здесь здание, которое мы охраняем. Это собственность Советского Союза. Поймите правильно, еще раз. Это собственность другой страны. Мы выполняем, мы офицеры, свой долг. Их было 8 человек, офицеров. Они по окнам, как в бойницах, стояли с оружием. А Путин с пистолетом наперевес. У него было 12 патронов в пистолете. 12 ступенек вниз. Он спустился, стоял на первой ступеньке перед толпой. И 12 патронов. Цифру 12 я хорошо запомнил. Толпа наседает. Крики. Путин говорит, вы знаете, я офицер. У меня 12 патронов. Один патрон я оставлю для себя. Но выполняя свой долг, я буду стрелять. Я по-другому не могу, я офицер, я защищаю то дело, которому я служу, свой штаб. Он все это сказал и стал медленно подниматься по ступенькам. Рубашка от Пута прилипла к спине. Он шел медленно, Путин, 12 ступенек, к подъезду. И ждал, что кто-то в спину ему кинет или камень, или бутылку со шнапсом. Он очень медленно поднимался. Когда поднялся, обернулся, толпа стала расходиться. Никто из немцев в ту ночь и в следующее в здание КГБ СССР не вошел. К документам, к архивам не прикоснулся. Теоретический эпизод из жизни Владимира Владимировича Путина. Почему мы этого не знаем? Потому что не хотим знать, как вам кажется. Потому что эти материалы не публиковались. Вот еще раз, если бы мы интересовались, нам было бы интересно, многим из нас. Вот вся эта толпа, эти пять тысяч с лишним людей, они все живы. Вам в Дрездене эту историю сегодня расскажет каждый в любой пивной. Каждый. Эта история, ставшая почти легендой в Дрездене, жива до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok